Друзья, всем привет! Пятница. Погода просто жесть какая-то, льёт, льёт, без остановки. В общем, это какая-то жесть. Бо-бо-богу, у меня сегодня выходной, но при этом я даже не могу сама выйти в магазин. За какими-то там продуктами. Банально. Я надела на тонкий гольф свою зимнюю куртку, потому что очень холодно, сыро. Вроде, ну да? Вроде, но я хотела по поводу рыбы. Ну, в общем. Вон Паша твой. Халя-баля, халя-баля. Добрый вечер, доброе утро. Халя-баля, халя-баля. Да уж. Я не знаю, мне уже с этим питанием как бы, ну, не скажу, что у меня какой-то аппетит. У меня как-то он поумерился. То есть он такой, как тогда, когда много кушала и всего такого вредного. Но каждый день рыба-салат или яйца-салат, я уже так две недели питаюсь. Мне уже немножко подташнивает от тех же яиц и от рыбы. Родина. А, место. А ты не пойдешься в магазин, здесь будешь сидеть? Ребята, вот. Родина. Приехали. Как-то мне неудобно будет, наверное, выходить. Ты на бокс стал. С такими закупками, короче, в русалку превращусь. Одни морепродукты, рыбка. Ага, спасибо большое. Так, здесь красная рыбка. Сейчас еще посмотрю. Блин, на молочковую очередь, конечно. Поэтому. Вот такую я еще раньше брала. Очень такая хорошая. 55 шекелей за 400 грамм. Так, смотрим, что еще. Везти в суперсель? Ну, можно. А тебе же не надо прям стоять возле этого? Возле склада? Поехали туда, я похожу. Там просто хотя бы большой супер, там можно пошелендиться. Серьезно, прямо перед тестом сломался? Прям в очереди теста? Серьезно? Ой, ребята. Такая вышла без интабжа, что я понимала, что это будет неудобно. Вот я сейчас несла два пакета. Куда мне еще зонт? В зубы взять. Ну, немножко водоотталкивающе. Давайте посидеть, то она пропитает. Да, ребятушки, на тест. Тест. Если вдруг удаст, в общем. Там большой супер, я уверена, что там будет космическая очередь, потому что в том шофер-сале, в котором я покупаю обычно, когда сработает, то там такого нет. Что, пить ему сразу консервы? Он не просил? О, не знаю. Не знаю. Что сказать тебе, не знаю. Возьми. Ага, на свой страх и риск? Ну, зато потом, чтобы не ходить. По-любому скажет, через неделю, блин, наверное. Уверен. Ой, здесь же тележку эту надо брать по Теудату, Антон. Блин, и опять дождь. Я не хочу. Блин. Как? Ливень такой. Ты что? Я хочу привезти по повезду. Ага, тележку вот брать. Так что, здесь что-то насадить? Ну, не знаю. Блин. Сюда придется, наверное, с Антоном такить. Не хочу. А может, он сейчас чуть-чуть тише станет, как ты думаешь? Шофер-саль. Я думала, может, ребят вроде не увижу. Рома свалит, а не? Ну, они просто часто... Лянь, какой? Не, я не буду выходить. В уши. Может, он тише станет. Тебе все равно заказ не дает. Ты что, посмотри. Не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой. Это вот самый пик зимы в Израиле. Самый-самый. Вот конец января. А это все стрессы. Да. А это все стрессы. А, давай, может, пока ты не идешь, позвоним этому? Да, со своего звони. У тебя номер его ел. О, пожалуйста, смотрите, ребят. Стрессы, стрессы, стрессы. Что дает? Френеть. Нервный тик. Из-за этого чмони, блин. Я тогда перепсиховала, перенервничала. Ух, ядрить. А ты говоришь, жить не ехать. О, боже. Обалдеть. Обалдеть. Закрой окно. Ты что, зачем? Ты что, странный? А, все. Обалдеть. Закрой окно. Ты что? Зачем? Я такая сижу, говорю, сейчас переждем чуть-чуть. И тут скирян не пошел в град. Так, ну что ж, я выбежала. Антон возле входа припарковался, я выбежала. Сейчас похожу. Почем голубика. Ага, 20. До свидания за штуку. Есть 2 на 30, но не здесь. Сейчас надо свою зелень эту найти, взять. Вот она. Ну, например, вот эти. Пергамент. Пергамент. Да подожди. Я сейчас крышку положу горячую на него. Распаковку делать. Да, ты не можешь на сковороду положить, нет? Крышку. Не обвари меня. Знаю тебя. Так, значит, пергамент. Я здесь вытирала, почему мокро. Ну, дальше, как Антон сказала, да мама. Причем, это ты, между прочим, ее хотел. Я как бы ела, но я не скажу, что я прям в восторге. Это такие какие-то соевые бобы. Вот, взяла я такие две упаковки. 454 грамма в одной. Дальше, две упаковочки. Дальше. Коттедж сметана. Сметана Антону. Мне коттедж взяла 9-процентный. Потому что даже 5-процентный не такой вкусный. Как оказалось. Далее зелень. Та, которая всегда. Вот, вот, крышка улетает. И написано, филе куриное порезанное. Ну, в общем, вот такое. Думаю, что-то с ним сделать. Порезать вот так миленько полосочками. Потому что это типа как шницелей, да. И вот добавлять, например, в салатики. Потому что курицу мне нужно. А то я столько накупила рыбы. И, в принципе, ем столько рыбного. Что я же говорю, можно в русалку превратиться. Там. Дальше то, что вот вроде не купила. Это вот такое вот филе сибаса. Тут три вот такие кушечки. Чисто просто в филе. Сейчас отправлю в морозилку. Потом... Ой, а шум не развязался пакет. А, это был бы русаловый пакет. Вот, салам он я купила. Мне его порезали на стейки. Блин, и оно не разморозилось. Я думала, оно разморозится пока. Это, чтобы себе на обед приготовить. Так, и еще один пакет. Тоже, да, который что-то вроде не окупила. В общем, я взяла две вот такие вот филешки. Это амнон. Это амнон порционные. Тоже как бы удобно. Разморозила, приготовила все. Два штуки таких. Потом вот такая вот килограммовая упаковка. Здесь стейки сибаса. Тоже. Такие килограммчик. Вот. И купила две упаковки вот этих вот креветок. Они достаточно крупные. Здесь по полкилограмма. Тоже была мефца. Если две берешь, то упаковка за 25 шекелей. А так бы была 28. А до этого я покупала в другом магазине по 30 в Мании. И то писали, что это мефца. Поэтому купила. И купила еще две банки печень трески. Самая вкусная, которую вот я оцениваю 10 из 10. Вот именно этой фирмы. Что мы ели разную. Но самое вкусное вот реально вот это. Две на 18 шекелей. То есть в рыбном вот магазине, да. Ну, он не совсем как бы рыбный. Но я вот купила все, что. Печень трески, рыба, 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 креветки. Это все ровно на 200 шекелей. И в том еще на 70 шекелей. Купила. Сейчас я это все разберу. Морозильную камеру. В общем, как-то так. В общем, друзья, пакеты я разобрала. Сейчас будем обедать. Придется на обед не есть, так как ни рыба, ни мясо не размороженные. Печень трески. С салатом. И снова трава, трава, трава. Видите, цветочки мои еще стоят. Но уже не все. Я уже часть срезала. Потому что, ну, они уже завяли. Эти вот еще стоят. Собственно, вот таким у нас получился денек. Правда, еще он не закончен, естественно. Но видео свое на этом я закончу. Из новостей вам. Что мы съездили в магазин. Что купили. Какая у нас шикарная погода. Ну, собственно, все. Всем большое спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь со мной дальше. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok